И в тот же миг сотни его личностей рассыпались по свету. Ежегодный студенческий фестиваль «День первокурсника» близится к своему логическому завершению. Конкурс первокурсников из года в год проходит в октябре. Фестиваль самодеятельного творчества студентов каждый год вызывает бурные эмоции и желание первокурсников окунуться в их первый праздник студенческой жизни. Участниками фестиваля становятся студенты очной формы обучения. День первокурсника – одна из главных традиций Казанского федерального университета. Каждый институт готовит свою концертную программу, основываясь на талантах своих студентов. Данный проект помогает институтам открыть новые таланты, а также это является хорошим шансом для первокурсников показать себя и познакомиться с интересными, творческими и яркими личностями. Из ярких выступлений стал номер института социально-философских наук и массовых коммуникаций. Танцевальная студия Hot Health поразила своей хореографией. Девушки с первых секунд стали показывать сложные танцевальные связки, а игра света и костюмы лишь добавляли авантуража. Институт международных отношений также оставил свой отпечаток в памяти зрителей. Яркие костюмы, профессионально поставленные номера и необычные истории из жизни отца и сына. Студенты решили затронуть острую проблему поколений и не прогадали. Зрители остались под впечатлением от выступления института. Свою конкурсную программу представил институт физики с историей о трех молодых людях, ищущих себя. Юридический факультет показал историю Кати, девушки, пытающейся найти компромисс души и разума. Институт вычислительной математики и информационных технологий показал зрителям ночную жизнь музея, его секреты и скелеты в шкафу. Институт филологии и межкультурной коммуникации показал историю о месте, где можно скрыться от реальности. Инженерный институт выступил с историей о портале «Параллельный мир». Институт математики и механики имени Николая Лобачевского перенес зрителей в цирк, в котором главный герой Рома работал всю жизнь. Институт информационных технологий и интеллектуальных систем выступил с историей о черепашках-ниндзя. С нетерпением ждем выступления других институтов. Напомню, что по итогам конкурсных дней фестиваля лучшие исполнители награждаются грамотами лауреатов и победителей. Торжественное подведение итогов традиционно завершится галоконцертом с выступлением самых запоминающихся вокальных и танцевальных номеров. Аделина Абдрахманова, Универньюз.